МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нас это особенно всегда интересует, самарцев. Чем вы связаны и как связаны с нашим городом? Да, я рассказываю в этом регулярно. Но, вообще-то, связан я давней историей, как мы сейчас перед началом поговорили. То есть мои предки вообще из Сызранского района. Была такая латышская деревушка, которая уже почти вымерла. То есть вообще корни здесь. Потом я работал в 1994-1995 году в самарской драме. Какой-то период был у меня в моей жизни. Но дело в том, что Штутгарт и Самара – это города-партнеры. И вот получается так, что три года назад, к 25-летию партнерских отношений, мы подняли тему, что неплохо бы, чтобы театры тоже как-то в этом участвовали, культурном обогащении взаимном. И мы вот третий год оказываемся в Самаре со своими спектаклями на немецком языке. А коллеги, наши друзья, в данном случае, Самарской площади, отправляются к нам в Штутгарт и играют у нас. Такой взаимообмен. Культурный. Культурный обмен. Я достаточно быстро на все ответил. Да. Скажите, пожалуйста, что вы вспоминаете, когда вы работали актером в театре драмы, как я понимаю, да? Какие вот сейчас воспоминания самые яркие, может быть, дорогие, вам приходят на ум? Замечательное совершенно, ну, непростое достаточно время было все-таки в истории страны. Но замечательный коллектив, который, в первую очередь, вспоминаю, была большая группа молодых актеров, с которыми мне повезло работать. И пожилых актеров, с которыми мне повезло работать. Я非常 счастлив, что выходил на сцену с Верой Александровной Ершовой. Я счастлив, что выходил с Сашей Амелином, с Олегом Беловым, на сцену Владимира Александровича Мгальченко. И вся эта команда, которая в то время была, Нина Чусова, которая тоже в то время была у нас актрисой. Ну, то есть каждый человек, я прошу прощения, что всех назвать всю трупу невозможно, конечно, всех, кто мы в гримёрке сидели, выходили на сцене, делали какие-то совместные проекты, в актёрском доме капустники делали и всё остальное. То есть это действительно очень яркое и насыщенное было время. Для меня это одно из лучших воспоминаний. А когда вы в Самару приезжаете, встречаетесь, ну, допустим, с тем же Олегом Белым? Есть что-то такое, чтобы вспомнить? Встречаемся, конечно, ну, в этом году не получилось встретиться, слишком большая загруженность. Но, конечно, я стараюсь по возможности встречаться со всеми, с кем получается, кто появляется в кругу. И вопрос, ну, конечно, я тоже понимаю, что вам его задавали, разница между театральной школой, вот, Самарской, да, это Вячеслав Гвоздков, с кем вы работали, наверное. Вячеслав Гвоздков, я прошу прощения, я учился у Вячеслава Алексеевича Гвоздкова, я забыл об этом сказать. Конечно же, это самый был большой тоже момент, который я был всегда рад, приезжая в Самару, оказаться вместе рядом с ним. И он приходится говорить уже в прошлом, в прошедшем, об этом человеке, деятели. И все-таки, какая разница, с чем вы столкнулись, когда начали работать в театре за рубежом, в частности, в Германии, да, вот какая разница вас особенно поразила, может быть, и даже стала, может быть, неприятной в чем-то. Нет, неприятно. Мы так вот делаем. Ну, нет, конечно, неприятно, что было такого, нет, никогда, все равно приходится всегда, ну, понятно, что и страны разные, культуры в каком-то моменте разные, и школы в каком-то моменте разные. Нет, просто к чему-то привыкаешь, что-то определяешь, что-то нравится. Я вот люблю тоже действительно отвечать на вопрос, что немецкие артисты и русские артисты, если вот объединить, как к тому же Женитьбе, если нос Ивана Павловича соединить там, то был бы идеальный артист, потому что в немецком артисте мне очень нравится как раз-таки его обязательность, его ответственность в данном случае, его... Пунктуальность, наверное. Пунктуальность в плане, да, именно творческом в плане как-то вот действительно, но в русском актере, когда эмоциональность, это своим озабоченность, своим замыслом, своим воплощением, это очень важно, когда человек, эту роль для него не просто роль, которая потом как одежда снимается и вешается в гардеробе, это действительно что-то большее. И когда вот объединяется, так, ну так не всегда бывает, конечно, может быть, в моем лице получается как-то это соединить, потому что вот немецкий актер опять-таки работает вот в моем плане, если он, говорю, поднимает руку на там 20 сантиметров, он так и будет поднимать, ему когда в голову не придет там что-то там эхо, типа, да, ну вот какие-то такие вещи. Да, ну у нас очень много историй, у наших артистов, которые рассказывают буквально вот когда играют в спектакль, что происходит непредвиденного, и потом вот с удовольствием вспоминают вот такие моменты, они остаются самыми яркими, вот именно импровизацией, как зрители это воспринимают все. С чем вы приехали в этот раз? Я думаю, что ни один спектакль вы к нам привозите, всегда разные. В этом году, конечно, да. Ну в этом году мы привезли инсценировку по роману Достоевского «Игрок», то есть на немецком языке, мы каждый раз играем на немецком языке, я всегда очень прошу, давайте, пожалуйста, информацию, но так получается, что, ну я не знаю, может быть, есть смысл в перспективе поговорить о том, что будет какая-то возможность либо перевода синхронов, либо субтитров, либо чего-то еще, но в настоящее время мы привозим только на языке оригинала, без какой-то поддержки, поэтому очень важно, чтобы тот, кто приходил в зал, это знал. Не обязательно, чтобы он владел языком, но знал это. И вот «Дэр Шпиля», то есть «Игрок по Достоевскому», в этом году инсценировка по Достоевскому. До этого вот мы привозили инсценировку по мертвым душам и два современных спектакля, вот в прошлом году привозили два современных спектакля по современным авторам. В этом спектакле вы выступаете в качестве, в каком качестве? Я режиссер этого спектакля, да. Прекрасно. Что же такое у вас связано с игрой, со страстями человеческими, что вы вот как режиссер взялись за эту пьесу? Нет, ну это... Потому что я не думаю, уверена, что всегда что-то есть, что связано. Ну, конечно, нет, с игрой у меня ничего не связано. Слава Богу. Специально ставя этот спектакль, я поехал как раз-таки, это была у меня такая возможность, в Баден-Бадене находится основная штаб-квартира местного телевидения и радио, вот в юго-востоке Германии. И оказавшись там на записи, я как раз-таки, о, думаю, дай-ка я зайду в казино, пресловутое, и посмотрю, как вообще все это происходит. Потому что у меня до этого, ну, не было такой возможности, ну, не знаю, в современном мире есть все, но у меня вот такой возможности не было. Я посмотрел, это было очень интересно, проиграл какие-то деньги там. Хотя, говорят, новичкам везет, тем, кто первый раз. Везло, везло, везло какой-то момент, в этот момент надо вставать и уходить. Но ты же думаешь, а дай-ка ты сыграешь дальше. А, все-таки азарт присутствует. Азарт был, да. Вот, ну, и дело в том, что, конечно, тема... Достоевский, как автор, очень известный в Германии, наверное, самый известный русский автор в Германии, он жил какое-то время там, находился. И описывал как раз по собственным впечатлениям. Он же азартный как раз-таки игрок был достаточно хороший. Вот фильм про Достоевского был несколько лет назад. Как раз там вот эта тема в Германии, где он проигрывает все, включая сережки жены. Вот. И интересно очень было то, что автор, известный в Германии, тема... Там не столько тема азарта же, да. То есть она как-то, скорее всего, вскрывает тему внутренних отношений между главными героями. И всегда интересно, потому что в современном мире, опять-таки, мне кажется, хотя вроде бы мы все остаемся людьми и человеками, но все равно как-то вот тема этих внутренних отношений, сложных, запутанных, она как-то иногда уходит на второй плат. Все как-то немножко функционально, такое ощущение возникает, какие-то функции. И мне было интересно в этом покопаться своими немецкими коллегами, поиграть, опять-таки, у Достоевского все-таки мир в определенной мере фантасмагоричен. Ну, как-то не то, чтобы в игроке этого меньше, чем где-либо, но все равно мы считаем, что там есть какой-то момент, вот это вот влияние, попытка битвы человека и судьбы, или там попытка отстоять свою любовь в противодействии судьбе. Ну, это интересная тема была. Мы с удовольствием с этим повозились, с известным в Германии автором и с неизвестным, конечно, моим немецким коллегам Романом. Они, конечно, его не знали. А вот хотелось бы узнать у вас, как у режиссера. Вообще человек меняется? Вот самых-самых его... Я тут скорее... Я не как режиссер, скорее скажу, а как, скажем, вот сам я. Я думаю, что нет. Я думаю, что не меняется. Мы получаем больше знаний, мы получаем больше какой-то информационности, но вот сравнивая... Нет, понятно, что изменяются какие-то... Это изменение в сколькелетнюю, тысячелетнюю историю развития человечества, оно однозначно, я думаю, все-таки прослеживается. Но в каких-то основных проявлениях, ну, как-то вот вроде бы и не меняется. Кто завидовал, завидует. Кто ревновал, ревнует. Кто страдал, страдает. Кто борется, борется. Это как-то так. А пришлось ли лично вам что-то поменять в себе, переехав в другую страну? Да. Что? Я составляю планы сейчас на два-на-три года вперед театральные свои. Если раньше для меня, когда я тоже приезжал в Самару, я помню, говорю, а что ты так переживаешь, через два дня спектакля мы все успеем, то здесь у меня получается, я делаю планы сейчас, у меня уже на 2020 год закончен план, я знаю, какие актеры у меня работать будут, я знаю, кто у меня, какие спектакли будут, в какие дни. То есть это не факт, что они осуществятся, да, в общем-то, планы действительно разные вещи. Но составлять планы, договариваться и пытаться им соответствовать, это вот пришлось этому научиться. Да, ну, потому что погружаешься в ту среду, где это естественно, где это нормально. Это естественно, просто люди действительно, вот мои актеры, у меня же актеры приглашенные, у меня нетруппа, да, получается. То есть приглашенные актеры, и у них разные предложения. И если я не успею его пригласить, получается, то вроде бы он уйдет в другой проект, он же не будет ждать, пока я соизволю его пригласить. И мне приходится тоже этот момент учитывать, если я договорился с человеком, он уже у меня, и он не пойдет к кому-то другому, получается. И мы так вот застраиваем на какой-то период времени наши планы. Это действительно, с одной стороны, помогает, с другой стороны, понятно, что все происходит, и люди и болеют, и мало ли что может быть. Другой, более выгодный проект может получить, человек отказаться, у меня так спрыгнуть, сказать, я еду работать в мюзикл, извини, может быть. Да, да, да. Насколько популярен сегодня театр в Штутгарте? Ну, как городской, насколько он привлекает горожан? Вот именно театр, как живое искусство. Какая история. Нашу цифровую эру. Недавно как раз и говорил. Конечно, мы все время... Еще, когда появилось телевидение, когда появилось, тогда уже началась тема... ...о-о-о, телевидение сейчас нас съест. Ну, после этого я слушаю регулярно лекции или выступления российских режиссеров, ну, само собой, не только российских, но в данном случае, по-моему, Лев Додин говорил, да нет, нет, да будет театр все время, и все будет нормально. То есть понятно, что мы меняемся, мы пытаемся соответствовать новому вызову, новой действительности, цифровым технологиям. Ну, вот, канал Культура стримит, показывает какие-то спектакли, допустим, и какие-то вещи еще происходят. Или Метрополитенопера показывается на экран кинотеатра, кинотеатра или Большой театр, тоже приходят люди в кино, чтобы посмотреть спектакль, который сейчас в настоящее время идет там за тысячи километров. То есть понятно, что что-то меняется. Мы, что касается Штутгарта, Штутгарт это город индустриальный, да, такой достаточно. И, конечно, театр искусства серьезное, что касается искусства более развлекательного, там позиции, может быть, с одной стороны и полегче у них, то есть мюзикл какая-то, шоу, какие-то вещи, там они как-то заполняются. Что касается театра, нам всегда приходится каким-то образом работать. У меня камерный театр очень небольшой, с одной стороны это плюс, но с другой стороны из-за этого зрителя надо бороться и как-то конкурировать с представителями других театров и повесткой своей, и какой-то репертуаром, и решениями сценическими. Интерес, ну как, интерес всегда там, где мы его стимулируем. Если мы его не будем, то интереса и не будет. В общем, мы занимаемся этим вопросом, мы хотим, чтобы зритель шел в театр, и нам это нужно и важно. И тот, кто приходит к нам, мне очень приятно это сказать, что очень многие люди говорят, мы будем ходить именно к вам, мы ходим к вам. Забавно, что у меня тоже в репертуаре есть несколько спектаклей на русском языке, отдельная программа, то есть на немецком основная часть, но у меня есть и на русском языке, на которое, конечно, приходят зрители, говорящие на русском, но иногда приходят люди, либо говорящие как второй язык на русском языке, либо вообще не говорящие на русском языке, приходят, говорят, нам интересно, нам интересно послушать язык, музыку языка, посмотреть, как возникает материал в русской интерпретации на русском языке. Я считаю, это тоже очень полезный факт. Все-таки интерес к России есть. Конечно. Даже вот в индустриальном промышленном городе. Конечно, конечно, есть. Ну, это тоже радует. Я очень рад этому, и рад, что я помогаю это стимулировать. У нас и на немецком языке, все-таки никуда не денешься, достаточно много спектаклей русских авторов, российских авторов, советских авторов, ну, пишущих на русском языке, писавших. И это тоже привлекает как-то внимание. Приезжают люди иногда даже не столько из Штутгарта, это тоже очень интересно, приезжают люди за 200 километров, за 250 километров и говорят, мы хотим посетить у вас вот этот спектакль, потому что он больше нигде не идет. И они приезжают к нам. Да, ну это действительно радует. Если говорить о фестивале нынешнем, Волготеатральное, что вас поразило, как режиссера, какие постановки, какие театры из каких городов, может, вы бы отметили? Как зрители? Я отмечу спектакль «Ревизор» театра «Самарская площадь». То. Да, я с удовольствием посмотрел эту работу. Эта работа, как я понимаю, мне не довелось пока познакомиться с режиссером этого спектакля. Кстати, было два «Ревизора», да? Чего вы уточнили? Да, да, да. Но я смотрел в данном случае «Ревизор» «Самарской площади». И мне очень нравится, что в Самаре возникают такие работы. Она, работа наверняка для зрителя, непростая. Я всегда делю немножко. Я иногда смотрю, как зритель, обыкновенный добрый зритель в девятом ряду, а иногда все-таки не смотришь, как профессионал. И поэтому я очень рад, понимаю, что, может быть, зрителю придется с этим спектаклем повозиться. Но мне хорошо, что есть, мне нравится, что есть такой спектакль, и что люди, которые будут приходить туда, они будут что-то в своем сознании. Как любая работа, она может нравиться или не нравиться, восприниматься или не восприниматься. Я считаю, что это очень хорошо, что такие работы есть, и что есть о чем поговорить в данном случае после спектакля, а не поставить галочку, сказать, увидеть сюжет многократно сыгранный и известный, но в основном, надеюсь, все-таки известный, надеюсь сильно, потому что обращаю внимание, что все-таки читать стали люди, мы стали поменьше, чем хотелось бы. Нет, вот. А как публика восприняла этот спектакль? Нас или ревизора? Нет, пока про ревизора, ваш следующее. Вы знаете, я был настолько поглощен происходящим на сцене, что, конечно, я зрительские реакции не могу за все отвечать. Потому что сказать, что спектакль непростой, да? Да, непростой. Ну, это я знаю просто, насколько это может быть восприятие зрительское. Мы просто потом разговаривали с коллегами, с друзьями, и у нас были кардинальные противоположные позиции, мы по этому поводу очень хорошо поговорили. И я понимаю, что позицию, озвученную моим другом, коллегой, товарищем, она имеет право и очень много кем-то поддерживается. Но я со своей стороны не то чтобы адвокатом выступал в спектакле, но пытался свою позицию как так озвучить. Ну, я думаю, что так и получается, наверное, и в зрительской массе. Кто-то его принимает, кто-то не принимает. И тем более, наверное, восприятие вашего спектакля на немецком языке тоже было неоднозначным. Ох, это думаю, что да. Конечно, перед началом спектакля спрашиваю, кто у нас не говорит по-немецки, не понимает вообще, и кто вообще не в курсе, что сегодня спектакль на немецком языке, на всякий случай уточнил, потому что все равно, хотя написано на немецком языке, на немецком языке, кто-то из зрителей почему-то это не... Не обращают внимания. Александр Шпиллер, и как-то уже вроде бы какой-то... Ну, вроде бы, а в скобках игрок. Но вроде бы надо понять, что вроде бы... Хотя бог его знает, почему не назвать действительно спектакль так. Может быть, так и подумали. Ну, я на всякий случай уточнил, я сразу вычислил, кто же у нас будет сейчас скучать. Хотя скучать не приходится. В Инстаграме кто-то из хороших зрителей написал «Все понятно, кроме слов». Хороший шок. Это хорошее... Нет, действительно, мне было интересно, я так понимаю, что действительно то, что происходит на площадке и вот мы играли «Мертвые души» и другие спектакли. В прошлом году у нас парень играл моноспектакль, в котором он играл 14 ролей на немецком языке, современный язык, кабаретный такой вариант, царя Эдипа, новая версия. И я очень переживал в прошлом году, когда это будет воспринято. Когда минут через 10 я слышу смех там, кто-то должен быть, и паузу, где она должна быть, я подумал, хорошо. В этом году у нас было, я думаю, чуть-чуть попроще, потому что все-таки, я так понимаю, мы с Натальей Юрьевной Носовым, директором театра «Самарская площадь», переговорили, и она говорит, да, ваш театр уже каким-то образом становится известным в Самаре, и к вам приходят те люди, которые хотят вас посмотреть. Большой плюс и спасибо нашим зрителям, кто пришел на этот спектакль. И я так понимаю, что, конечно, понимали все, что происходит, и те, кто, может быть, не понимал язык, все равно пытались понять то, что мы воплощали средством театрального замысла, и воплощения. Но, конечно, я вижу по каким-то деталям и нюансам, что какие-то моменты, может быть, чуть-чуть восприняты не так, как вот на стационаре у нас. Конечно, это заметно, эти детали мне заметны. Ну, давайте вместе посмотрим сюжет на эту тему, о вашем спектакле, а потом продолжим разговор. Приглушенный свет, музыка, подобранная каждому жесту актера на сцене и минимальные декорации. На сцене театра «Самарская площадь» труппа из Штуткарта показывает игрока по Достоевскому. Основатель немецкого театра «Ателье» ученик Вячеслава Гвоздкова, бывшего художественного руководителя Самарского драматического театра Владислав Граковский. В его новой постановке задействованы всего три актера. Два главных героя и третий. Он играет все остальные роли. Спектакль звучит на немецком языке. Мы обратили внимание уже, что зрители, кто приходит, зная спектакль на немецком языке, у них интересная возможность есть даже без знания языка понять, о чем, собственно говоря, спектакль. История вечная, не понять ее трудно. На сцене показана тема неразделенной любви. И как деньги и власть могут повлиять на любовные отношения. Исполнитель главной роли Адриан Яков для русского зрителя играет впервые. Признается, уже в гримёрке стало немного волнительно. Конечно, я переживаю. Надо будет понять, как русский зритель воспримет нашу работу. Но пока я очень доволен. Во время репетиций, а мы репетировали утром, уже были отзывы. Мы очень ждем спектакля. Этот спектакль не входит в конкурсную программу фестиваля «Волга театральная». Он гостевой. Гастроли организовали с помощью администрации Самары, управления культуры города Штутгарт и театра «Самарская площадь», который является партнёром немецкого театра «Ателье». В начале октября самарские артисты вместе с гостями сыграют битструпа, а в ноябре артисты театра «Самарская площадь» отправятся на фестиваль в Германию. Вы сказали, что нужно, ну, как я поняла, что можно что-то как-то доработать и исправить. Вы этим займётесь? Доработать и исправить? Вот, чтобы восприятие спектакля было, ну, вот уже... Нет, нет, нет. Думаю, нет. Или вот то, что вы сделали, вы не переделываете? Нет, я... Бывает, бывает. Иногда, конечно, есть какие-то моменты, когда в какой-то текучке рабочие какие-то вещи не обращаешь внимания, а потом во время жизни спектакль вдруг видишь и понимаешь, что что-то можно доработать, исправить, поменять, поправить. Опять-таки, когда происходят вводы в спектакль, это тоже становится заметно, когда с новым человеком проходишь и оп, видишь, ага, здесь что-то не контачит. Причём каждый человек индивидуально как-то несёт с собой какие-то моменты. Нет, в данном случае мы ничего менять не будем, я так думаю, потому что для немецкого зрителя нам достаточно этот объём. А в России с этим спектаклем я не знаю, когда мы ещё приедем и приедем ли вообще. Ну, если приедем, то, значит, будем думать. Вот в этой ситуации тогда уже, может быть, мы что-то продумаем. Хотя, я говорю, тут, может быть, может быть, кому-то помогли бы субтитры или перевод или какие-то ещё вещи. Да, вот, кстати, в театре Самарта есть уже такая аппаратура, технология, когда синхронно, буквально зрители, приезжал театр из Франции, и зрителям всем раздали вот наушники, где синхронный перевод шоу. Я также видел спектакль Самарта в Берлине на фестивале несколько лет назад «Матушка Кураж», где и не только этот, и был Кокоринский спектакль, «Каштанка», где идут или субтитры, или там уши, ну, что-то происходит, чтобы помочь зрителю разделённым языковым барьером помочь каким-то образом. У нашего города есть несколько таких статусов, Самара купеческая, космическая и так далее. Можно ли назвать наш город Самара театральная с полным правом? Или вот вам со стороны кажется, что ещё... Это вы хотите, чтобы я на этот вопрос ответил сейчас, да? Вы знаете, я так мало сейчас здесь нахожусь. Я в Самаре, как говорится, вот работая в 94-95 году, я в полном праве мог назвать так, потому что я был здесь внутри, и я видел, что происходит в том же Самарте, я видел, что происходит в драме, в других театрах, которые находятся в Самаре и за пределами Самары. Там, я не знаю, регион тоже, наверное, как-то относится к этому, хотя, ну, если мы о Самаре говорим. Сейчас, конечно, немножечко мне тяжело, тем более после ухода Вячеслава Алексеевича. Я так понимаю, что-то должно измениться, и по-другому, наверное, не получится, что-то будет меняться. Я сейчас не рискну что-то говорить. Я думаю, но я бы хотел посмотреть, что здесь меняется, как здесь меняется, хотя, имея в городе Самарт, имея в городе драму, Самарскую площадь, город, другие названия, которые я сейчас, может, не помяну, конечно, Самара огромный город и имеет право называться театральным городом. Хотя, я говорю, как и мы, работаем над новыми тенденциями, вызовами и привлечением зрителя. Мне кажется, основной момент это не целевая раздача билетов в школы, идите-ка, дети в театр. Я помню, когда так меня в детстве водили в театр, я сопротивлялся этими всеми фибрами. Я думать не думал, что я тогда окажусь когда-нибудь в театре. Я его не то чтобы ненавидел, но как любое проявление насилия в свой адрес, я воспринимал точно сюда наоборот. И это было давно. Я очень так, теперь думаю, господи, какой я был дурак, и как я неправильно себя ввел. Но, конечно, я понимаю, что зритель должен приходить в театр с родителями, а не с классом. Хотя и с классом может быть тоже иногда. Почему нет? Но это определенная работа должна быть. Кстати, вот в Германии очень часто театр идет в школу. Играют отрывки какие-то в школе, в классах. Есть маленькие спектакли, непосредственно рассчитанные на классную аудиторию. Не для всю школу, а в классную аудиторию приходят какие-то вещи. Петр Львович Монастырский тоже очень частенько вывозил театр. Вот мы на выезда ездили в Похвестневые в армейские части и куда-то еще, чтобы зритель потом приходил в театр тоже сам. Мне кажется, вот здесь вот тоже надо работать так или иначе, чтобы, как-то я вот эту тему затронул, что зритель маленький приходит либо с родителями, либо постарше с девушкой. Это вообще событие прийти с девушкой в театр. Это очень правильный выбор. И круто, наверное. И надо приходить и смотреть. Но его все-таки надо чуть-чуть, вот так говорится, заманивать. Как в одной детской сказке говорили, надо их заманивать. У нас есть такая социальная, так скажем, составляющая, раздают абонементы, филармонии у нас в Самаре часто на каких-то таких вот специальных расценках, так скажем, не сильно бьющих по карману. В Германии вообще существует что-то подобное? Конечно. Насколько страна заинтересована? Есть не то, чтобы раздача, выкупаются эти абонементы. Есть абонементные системы, есть система разного вида поощрений, есть система, привлекающая малоимущих людей в театр. То есть у меня сейчас вот буквально, я получил вчера письмо, надо на него ответить, продолжаем ли мы с этим проектом сотрудничество. Называется «Культура для всех». То есть если человек не имеет возможности оплатить свой билет, то я обязуюсь на спектакли двум людям посадить их в зал, если они приходят и говорят, что вот они малоимущие. И я считаю, что это очень правильно и пусть будет. Лучше он придет в театр, чем обидеться на всю жизнь и скажет, да ну этот театр, да не пойду я больше никогда в него и другим передаст еще. И последний вопрос. Чем вы планируете заниматься, буквально вот, выехав из нашего города и куда вернетесь? В какую точку на карте? Мы вернемся в Штутгарт на этот раз, да, уже напрямую. У меня 4 числа уже идут репетиции. Мы 8 ноября выпускаем, или 9? 9, по-моему, 8 генералка. 9 ноября выпускаем спектакль на дне, на немецком языке. По тоже опять человеку, который вчера проходили, видели с коллегами мемориальную доску, где жил Алексей Максимович Горький. Вот. У нас выпуск этого спектакля, у нас ряд мероприятий, у нас участие в фестивале, в местном фестивале сделано в Германии. У нас много-много совершенно работы. То есть сейчас вот как-то я здесь, кстати, отдыхаю, так получается. Вот с этим фестивальной суетой и напряженностью я понимаю, что это отдых, потому что сейчас начнется очень суровая работа, ежедневная. Ну вот, будем сразу работать. Ну это прекрасно для творческого человека. Вот эта занятость, вот эта вот, ну, активность, воплощение твоих творческих каких-то идей. Спасибо вам большое за эту интересную беседу. Удачи. И хотел бы уточнить, что-то вот вашему спектаклю присудили по результату. А нет, мы находились, мы же находились в качестве гостей фестиваля. А, понятно. То есть вы в конкурсной программе не участвовали. Да, мы не относимся к региону, волжскому региону в данном случае. Мы считаем, что премии все получили заслуженно, те, кто их и получил. А мы очень рады оказаться были на этой земле в очередной раз, на волжской, самарской земле, на самарской сцене. И единственное, что еще, вот, наверное, хорошо бы сказать, что Самарская площадь сейчас через три недели окажется у нас со своими спектаклями. Человек из Подольска они к нам привозят, и мы очень будем рады показать эту работу штутгартскому зрителю. Надеемся, что городские структуры, как штутгарта, так и Самара нас поддерживают и будут поддерживать дальше. Может быть, и в следующем, и через год будем как-то вот этот мостик дальше укреплять и приезжать и привозить, стараться работать дальше. Ну, хорошо, что у нас есть этот мостик. Я думаю, что это взаимовыгодно всем. Да. И вам, и нам, и так далее. Всего хорошего. Прощаюсь я и с вами. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин